Мы берем случай, когда ничего нет, вот яма на дороге. Я объясняю механизм. Водитель звонит на дежурную часть, говорит, предупреждает о том, что произошла вот такая ситуация. Инженерная служба, госавтоинспекция информирует при этом балансодержатель, либо это дежурная часть, балансодержатель уличной дорожной сети. Вызывается их тоже туда на место представитель. Составляется совместный акт, акт огляду этого места. Если действительно этот фактор повлиял на то, что произошло повреждение автомобиля, то действительно составляется административный протокол по статисту 40-й, части 4-й. Я вам уже могу сказать, что таких протоколов у нас составлено с 1-го числа, у нас в дающее время 10 протоколов. В случае скрытых повреждений что делать? Согнутый рычаг, например? Ну, если на месте он не обратился, то уже он сам в этом не виноват. Конечно. То есть если он сразу видел, у него там руль боком встал, либо он не умеет, не может дальше продолжать движение, то он должен принять все эти меры, что я сказал, чтобы в дальнейшем можно было кому-то предъявить иск, чтобы обратиться в страховую, либо предъявить той или иной службе, кто в этом виноват. Правильно зафиксировать? Да, совершенно верно. То есть надо вызвать представителя госинспекции и представителя дорожной службы? Конечно. Ну, опять же, мы не можем тоже зафиксировать. Он думал, он уже тоже там осматривает, он же как бы отвечает за это. И мы не можем без него принимать какие-либо тоже решения. Есть совместный осмотр этого места, и после этого только уже туда принимается административное воздействие. Еще такой немало.